всем привет друзья на связи с март сегодня 17 марта 2023 года и вчера вечером я решил выехать с детьми на прогулку и был очень удивлен тому что я увидел но перед тем как мы начнем я хотел бы вас попросить ставить палец вверх под видео оставить комментарий и подписаться это сильная мотивация для меня ведь это все я делаю ради вас моих подписчиков и зрителей тоже хотелось бы поделиться некоторыми новостями которые происходят в арке в последнее время в харькове наконец-то заработал и наземный и подземный электротранспорт после длительного блокаута я думал что харьков будет очень долго приходить себя так как электросистему очень сильно повредили вчера вечером как и целый день шел дождь такая погода уже держится несколько лет дней и наконец-то пришла весна часто звучит воздушная тревога на днях опять был прилет харьков практически каждый день харьков громко вчера вечером когда я детьми поехал гулять я даже не ожидал что вижу освещенные улицы в городе харьков я думал что система повреждена очень сильная и свет вернется нескоро на улице харькова но я ошибался русским не удалось сломить нас наши коммунальщики и сделать невозможно я очень рад за то что у нас такие классные крутые коммунальщики которые смогли восстановить энергосистему могли дать электричество не только в дома но и на улице к сожалению свет горит недолго до 8 вечера если быть честным даже этого достаточно для того чтобы насладиться вечерней прогулкой увидеть как горит харьков ведь харьков с первых дней войны был без света на улице и когда я проезжал мимо киева крапивницкого венец и львова там всегда горел свет иногда даже этого дела в депрессию то что большинство городов со светом а харьков без света но последнее время на все улицы харькова возвращается свет даже салтовка горит следующих видео я покажу вам как много улиц освещено город начинает постепенно оживать людей радует то что возвращается освещение на улице это заставляет людей думать о хорошем о том что может быть скоро это все наконец-то закончится хотя на самом деле конца и края этой войны не видно но очень хотелось бы чтобы война закончилась как можно быстрее эти кадры бывшего московского проспекта сейчас это проспект героев харькова название этого проспекта дали в честь тех кто защищал город харькова тех кто к сожалению погиб обороняя город несмотря на то что жизнь в харькове постепенно налаживается цены супермаркета магазина на рынках все еще идут вверх сожалению обещают поднять коммуналку практически в два раза двух этапов это не есть хорошо несмотря на то что харьков оживают работы в харькове мало многие магазины все еще не работают сейчас мы проезжаем мимо велозавода здесь когда-то был блокпост его убрали такое ощущение что жизнь городе налаживается многие блокпосты тоже исчезают это может означать то что больше русских харькову не подпустят так как угроза наступление на харьков все еще остается но если в начале войны мы не были готовы к этому то сейчас мы к этому готовы хотя я стараюсь про это не думать дома отстраивают это означает что русских здесь больше не будет из-за подорожания цен собственно выросли цены везде в кафе в том же буфете те кто любят буфет примеру я люблю буфет мне нравится пицца из буфета недостаточно вкусные сейчас цены там выросли в два раза теперь пицца стоит от 100 гривен такое наблюдается совсем суши если вы заказываете еду то готовьтесь к тому что цены будут тоже высокие также очень сильно подорожало мясо на рынках все еще можно найти мясо по доступной цене но мне кажется что в этом году люди будут делать шашлыки меньше зато хотелось бы сказать о ценах на бензин и газ цены на газ и бензин все еще стабильная рассказать что цены на газ стали дешевле сейчас газом можно заправиться за 22 гривы 50 копеек это очень хорошо как ни странно но цены на газ и бензин стали очень твердыми и стабильными коммунальные службы продолжают убирать город расставил снег и на улице можно увидеть то что люди бросали на землю какой-то мусор и сейчас это все убирают линию люди которые мусорили они никуда не денутся и они как мусорили так и будут мусорить в нашем городе харьки но коммунальщики к счастью убирают этот мусор уже хотелось бы заметить что коммунальные службы убирают грязь дорога которая накопилась за зиму так как дороги были скользкие приходилось дороге посыпать песком в харькове продолжаются масштабные ремонты домов также ремонт институтов которые прилетела ракета уже происходят ремонтные работы над этим участком также хотелось бы сказать немного о харьковской области некоторых селах также продолжают давать гуманитарку ремонтировать дома вставлять окна разбиты дома ремонтировать крыши что не может радовать спасибо нашим волонтерам которые помогают в этом скупинска продолжается эвакуация населения так как там происходит ужас в купинск очень часто прилетают ракеты и не только ракеты с-300 но и грады много людей страдает друзья очень хотелось бы вас попросить написать комментариях какие улицы вечером вы бы хотели увидеть на нашем канале также хотелось бы чтобы вы написали какие улицы особенно красивые вечернее время суток очень рад что вечернее время суток очень много машин такое чувство что ты теперь не один и люди постепенно возвращаются заметить что подражали цены на такси теперь к примеру от салтовки до 23 августа стоят около 230 гривен вечернее время суток а когда на улице сильный дождь то понятно что цены будут совсем другие гораздо выше на кадрах в центре можно заметить что люди постепенно выходят просто погулять так как горит свет многие люди хотят увидеть это также хотелось бы заметить что когда гаснет свет на улице харькова это восемь часов вечера то пешеходные зоны стараются освещать гораздо дольше до комендантского часа и таких пешеходных зон в харькове уже много и с каждым днем они увеличиваются так как не было света долгое время вечернее время суток особенно опасно было переходить пешеходы потому что машины едут не у всех хорошее освещение фар и очень часто сбивали людей на дорогах к сожалению люди когда гуляют вечером они не одевают одежду с светоотражающими линиями и зачастую попадают неприятности что есть очень плохо сегодня я продолжу снимать вечерний харьков и покажу вам другие видео другие районы города харьков я надеюсь вам понравились кадры проспекта героев украины и центральной части города на этом у меня все оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх а мы продолжаем работу над новым видео и хотелось бы у вас спросить какое лучше старый санта вторую часть или кутузов у меня очень много материалов которые можно показать вам до новых встреч всем спасибо всем пока спасибо